Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодня я вам покажу свои помады. Вот как-то мне захотелось показать вам все свои помады. Их не так уж много, поэтому давайте смотреть. Начну вот с этой помады от Guerlain в номере 140. Номер 140. И вот она так выглядит. Свотч, если показывать, он вот такой. Но в губах она вот такая. Практически незаметная, очень комфортная. С характерным герленовским таким вкусом. Мне она очень нравится. Это будет вот эта от MAC. И это Velvet Teddy. Вот такая помада. На губах она... Они... Чем-то похожа с предыдущим, но Velvet Teddy она более суши, более стойкая и более холодный такой у нее оттенок. Вот такая помада. Пау-класс в цвете Girl. Это вот такой красивый нюд. Розоватый. Мне он очень нравится. И вот такая она. На губах. Очень приятная, кстати, помада. Надо ее носить чаще. Это, вы знаете, из тех помад, которые вы просто кладете в косметичку и куда-то... Такая. Номер 13. Это такой розовый нюдовый оттенок. И она пахнет, знаете, малиной, что ли. У нее... Вот такая. Даже, наверное, да, даже, наверное, это не нюд, это просто розовая помада. Но она настолько легкая, настолько невесомая и приятная на губах, знаете, как уход. Что мне показалось, что это, да, это нюд, но... Как таково, это вовсе не нюд. Хорошая помада, мне очень нравится. Дальше. Тоже помада от Yves Saint Laurent. В оттенке 14. Смотрите, это было 13, это 14. Это такой уже более рыжий оттенок. Вот такая. Очень, по-моему, приятная помада. Они очень мягкие. И у нас сейчас жарко, и они прямо буквально плавятся на жаре. Вот клиник номер 05. Клиник Джонатан Адлер. Для них делал помады. Это вот такая вот тоже нюдовая помада. Немножко такой с рыжим оттенком. Она невероятно комфортная. Она очень мягкая, маслянистая. Хорошо подходит под загар. Да. Надо мне ее положить в косметички. Я не совсем забыла. Дальше будут помады Chanel. У меня их много. Ну как много? Не думаю, что прям их очень много. Но достаточно. Я буду просто брать его. Значит так. Это Rouge Velvet. Они почти все у меня Rouge Velvet, по-моему. Номер 58 Rouge V. Вообще видно? Ну, неважно. Я вам ее вот так покажу. Это вот последняя моя новинка. Подарок от моей подруги. Она очень крутая. Она такая рыженькая. Даже больше коралловая. Такой красивый коралловый цвет. И я люблю делать так, так. И потом чуть-чуть ее наносить еще на щеки. Она дает очень такой румянец приятный. Вот такая помада. Chanel номер 58. Chanel Rouge Velvet. Вообще мои самые любимые помады. Номер 167. Супер. Это такой дикий розовый. Сейчас я вам его накрашу. Я его очень редко ношу. Хотя это любимая помада моего сына. Я уж не знаю, чем она ему так нравится. Но вот он прям ее обожает. Вот такая легкомысленная розовая кукольная помада. Цвет супер. Тоже это Rouge Allure. А, ну это не вельвет. Это Rouge Allure. 168 супер. Вот такая вот помада. Следующая помада. Тоже Rouge Allure Velvet. 44 La Diva. И это очень красивый розовый цвет. Розово-холодно-фиолетовый. Вот такая. Ну, ее нужно, конечно, наверное, носить куда-то вот на выход. Что-то такое. Особенно. Она не на каждый день мне кажется. Хотя. Такой вот цвет. Конечно, я сейчас все не идеально крашу, не идеально ровно. Но камера, кстати, хорошо передает. Это вот у меня в ванной натуральный цвет из окна. Поэтому вот так она и выглядит. Очень хорошие цветы передать. Следующая помада. 42. Тоже Rouge Allure Velvet. Опять розовый. Но они все разные, понимаете? Вот они разные. Эти розовые такие яркие, немножко, может быть, бунтарские. Это такой более натуральный, что ли. Не такой кричащий. Неровно. Он тоже кричащий. Ну, вы знаете, летом мне нравится носить такие розовые оттенки, когда, ну, особо нет макияжа никакого. Они так, ну, как-то очень мило смотрятся. Ну, мне кажется. Я не знаю, пробовать ее или не пробовать. Но, наверное, попробую. Это Rouge Allure номер 137 Obscure называется. Камера Obscure. Это вот такая черная помада. Черно-коричневая даже помада. Помните, тогда было очень модно, вот эти черные помады. У меня была вообще истинно черная. И вот эта. Я оставила себе эту истинно черную, подарила подруге. Она прям, ей очень она нравилась. Ну, давайте накрашу. Ну, вот так. Эта помада мне, она очень нравится. Но мне не нравится, как она подчеркивает вот эту внутренность губ. Видите? Вот это. Это как-то не очень красиво. И если у вас желтые зубы, то она подчеркнет желтизну. Ну, что тоже не очень приятно. Но на какие-то там особенные случаи, не знаю, какой-то костюм, настроение, вполне возможно ее носить. Это помада Лаки. Вот так они выглядят. У них такие матовые тюбики. И когда они застывают, они тоже становятся матовыми. Но когда вы их наносите, они такие кремовые и блестящие. А 160 у меня номер. Это Rouge Allure Inc. Номер 160. Ой. Они очень приятно наносятся. Знаете, как будто бы это вот такая вот бархат. И вот потом нужно немножко подождать. Наверное, дольше. Обычно вы ждете, и она застывает. И уже вот держится. Мне они нравятся. Мне они нравятся, но ношу я их почему-то редко. И это больше такой красный цвет. Такой драма. Так. Так. Я прошу прощения, если я как-то за контуры захожу. Но в телефон краситься неудобно. Надо было зеркало взять. Ну ладно. Это вот второй цвет. Он более красный. Более такой уходит в бордовый оттенок. Еще раз повторюсь. На губах они очень крутые. Я их видела не у многих блогеров, но мне кажется, они заслуживают внимания, эти инки от Шанель. Очень такие хорошие. И цвет вообще у нее очень необычный. Называется А53 Morang. И это оранжевая помада. Но она реально прям оранжевая. Ой. Ну, неровно, простите. Прикольный цвет. Мне кажется, вот у меня глаза голубые. И очень так интересно смотрится с голубыми глазами. Но на любителя. Помада на любителя. Красиво с какими-то такими золотыми цацками она выглядит, как мне кажется. Ну, под определенную, конечно, какую-то ситуацию она подойдет не на каждый день. Это от Байтери. Это вот их ручка знаменитая. В цвете 23. Пинг-понг. Она мне очень нравится, кстати. Ну, такой насыщенный розоватый оттенок, уходящий в такую какую-то сиреневую, холодную гамму. Красивая. Красивая. Следующая. Байтери. Цвет номер 14. 14-й Plump Girl. Очень красивый цвет. Это и черняя помада. Это какое-то платье с какими-то аксессуарами. Ну, не знаю, под бриллианты, может быть. Как вы видите, я сейчас крашу очень так хаотично. Конечно, вот этот конкретно цвет, его нужно наносить с кисточкой, чтобы четкий был контур. Потому что, ну, как я сейчас нанесла, она, смотрите, немножечко неряшливо. Такие темные цвета лучше, конечно, наносить обстоятельно. Несколько слоев. Это помада от Cléodepo. Очень, мне кажется, это старый еще выпуск, потому что я заходила в Китай в Cléodepo бутик, и таких даже не было у них дизайн флаконов. Это оттенок 11-й. Это самый лучший красный оттенок, который у меня когда-либо был. И вообще, помада очень комфортная. Прекрасная, прекрасная, прекрасная помада. Хороший красный. Вот такой. Вот такой вот дикий цвет, очень яркая. Цвет Raven. Я обожаю эти помады. Просто. Они действительно стойкие, они не сушат губы. Они хороши в носке. Прекрасные. Заехала. Криво-косо, но понятен, да, цвет? Цвет такой в рыжину уходит, красный с рыжим огненный. Ну, реально огненный цвет. Знаете, я сейчас еще такая загорелая кожа у меня, когда она белая в лице, когда вообще нет загара, это смотрится намного круче, мне кажется. Поэтому я сейчас ее ношу крайне редко. Вот они у меня лежали, и как будто бы даже расслоились, что очень странно. Они обе металлические помады. Это помада номер, а она не без номера, блонди называется, блонди. Вот такая вот, металлик. Ой, давайте попробуем. Не, пахнет хорошо. Давайте я попробую нанести ее хотя бы ровно. Круто. Вот такая помада, мне нравится она. Она мне нравится, но для видео, может быть. Куда-то еще в повседневной жизни она смотрится немножечко как-то не к месту. Особенно в Сиднее, знаете, когда жара, когда все бегут куда-то на пляж, чем-то занимаются. Вот это тут смотрится так тумач. Но иногда можно. Все, она уже высохла. Помада Lime Crime мне нравится тем, что они реально стойкие, но мне не нравится тем, что они очень-очень-очень сушат губы. Вот просто вот очень сильно. Но эффектно. У них такие цвета неожиданные. Можно очень много экспериментировать с ними. Сейчас я постараюсь стереть. Металлическая красная. Называется Red Hot. Это такой металлик, только уже красный. А потом я буду смывать это все. Так. Ну, это очень эффектная помада. Что уж там. Говорить. Надо ее положить. Может куда-нибудь пойду с ней. Вот такая помада. Металлик. Да. Вообще не чувствуется на губах. Вообще вы можете кушать, вы можете пить, вы можете много-много разговаривать. Вообще класс. Вот такой цвет. Red Hot. На этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Что-то мне захотелось снять помады. Захотелось немножко покраситься. Само себе напомнить, какие у меня есть помады. Да, как вы уже заметили, предпочитаю какие-то розоватые оттенки. Но в последнее время мне очень нравятся нюдовые оттенки. Причем нюд такой в стиле Bridget Bordeaux. Вот прям такой вообще очень светлый. Я пока в поиске такого нюда идеального. Если знаете, пожалуйста, мне напишите. Все. С вами была Аленка Блок. Всем пока. Чао-чао. Пока.